Казалось бы, законное требование прокуратуры к банку ВЕФКУРАЛ вернуть миллиард пенсионных рублей очевидное и законное. Ведь это деньги государства и предназначались пенсионерам, чьи интересы и защищало надзорное ведомство. Данная сумма предназначалась исключительно для выплат пенсии пособий гражданам Свердловской области до настоящего времени. Эта сумма на выплату данных платежей не ушла. Однако судья выносит беспрецедентное решение. Производство по гражданскому делу по иску заместителя прокурора Свердловской области, ЗАО Банк ВЕФКУРАЛ, прекрати. Определение может быть обжалено Свердловский областной суд в течение 10 дней. История с пропавшими деньгами началась в конце декабря прошлого года. Управление регионального пенсионного фонда перечислило 995 миллионов рублей со своего счета в Банке ВЕФК на счет Почты России в том же финансовом учреждении. Почтовики должны были разослать эти деньги по всем отделениям в области для выплаты пенсии. Но деньги до адресата не дошли. В феврале банк признается банкротом, Центробанк лишает его лицензии, а деньги уходят в неизвестном направлении. Нашли пропавший миллиард только после вмешательства Генпрокуратуры в головном офисе ВЕФБанка в Санкт-Петербурге. Проведенной проверкой установлено, что в результате ряда финансовых махинаций, поступившие на банковские счета денежные средства фонда в размере более 955 миллионов рублей, были утрачены. С целью установления всех обстоятельств произошедшего и определения степени ответственности виновных лиц, по данному факту, следственной частью окружного главка МВД России возбуждено уголовное дело, за ходом расследования которого управлением Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе установлен особый контроль. Сегодняшним решением суда банкиры остались довольны. Возвращать деньги они, конечно, будут, но теперь уже в порядке общей очереди. Ведь в списке тех, кому должен банк, государство, а значит и пенсионеры, кому предназначались эти деньги, стоит отнюдь не на первом месте. К тому же перспектива получить эти деньги довольно отдаленная. Лицензии на деятельность ВЕФБанка уже нет, и еще предстоит длительная процедура банкротства. С отзывом лицензии банк не вправе совершать банковские операции, в том числе операции по перечислению денежных средств по платежным документам клиента. Неоднозначный итог судебного процесса в прокуратуре отказались комментировать. Не ясно воспользуются ли своим правом обжаловать это решение и другие фигуранты этого дела. Пенсионный фонд и Почта России. Ясно сейчас только одно. На этот раз задержек с выплатами пенсии и пособий удалось избежать. Дыру в бюджете пенсионного фонда закрыл Центробанк. Но вряд ли дело о пропавшей миллиарде можно считать закрытым, ведь никто эти деньги пока еще никому не вернул. К тому же уголовное дело по этому факту все еще расследуется. Алексей Пономарев, Илья Одношевин. Новости Содружества. Екатеринбург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова